Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я показывала, как выглядит моя рассада, возраст 1 месяц, но тут она потому что разных сортов, она разной высоты, видите, есть пониже, которая совсем маленькая, есть повыше, есть вообще высокая. И сейчас я буду делать первую в ее жизни подкормку и все вам расскажу, как я буду делать, почему, зачем. Я сняла о подкормке рассады томатов уже 4 или 5 видео за последнюю неделю. И кто ни одного видео моего не видел, я повторю вкратце, что возможно вам подкормка рассады не понадобится до самой высадки в грунт, если вы посадили в хорошую землю, хорошие семена, да еще добавили там золы или чего-нибудь, и у нее внешний вид прекрасный, зеленый, хороший, то ей не нужно ничего, ей всего хватает. Но если все-таки вы захотите сделать подкормку, то лучше делать первую подкормку комплексными удобрениями, комплексами НПК, где азот, фосфор и калий примерно в одинаковых соотношениях. И все-таки из этих НПК комплексов лучше выбрать жидкое. Я обо всех о них рассказывала, я для своей первой подкормки выбрала гуми Кузнецова. Про него я тоже подробно рассказывала, что он это медалист предприятия, что у них очень, как хорошо они себя зарекомендовали, гуминовое удобрение, тут есть азот, фосфор и калий, зачем я это делаю, если я тут же, как мне говорят, вы сами себе противоречите, тут же говорите, что не нужно делать, и тут же собираетесь делать. Зачем я это делаю? Потому что я посадила рассаду, хоть и в хорошую землю, и добавила золу, но в очень ранние сроки. Так как я посадила в ранние сроки, значит она очень долго будет у меня мучиться в некомфортных для себя условиях. Мы никогда не сможем создать для растений те условия, которые им нужны. Самое главное, у нас сильно сухой воздух. Вот сейчас у нас за окном всего 3 градуса мороза, но так как мы продолжаем топить, у нас очень высокая температура, и от этой жары они страдают, растения, им это не нравится. Они переживают стресс, а во всех стрессовых ситуациях нарушаются вот эти ростовые процессы. И для того, чтобы поддержать их, я вот не вижу, как по внешнему виду, я всегда говорила, что смотрите по внешнему виду, если растения выглядят плохо, то им нужна подкормка. Я не вижу по внешнему виду, что они выглядят плохо, они выглядят прекрасно. Но я знаю, что при такой температуре, при такой сухости воздуха, и я стараюсь еще их не поливать, чтобы не было черной ножки. Представьте, какой они стресс испытывают. У них сухая земля, увлажнять я не буду, потому что иначе они могут погибнуть. У них сухой, вот такой сухой, пересухой воздух, им это все не нравится. И можно сказать, что растения мучаются. И чтобы хоть как-то их поддержать, я хочу сделать профилактическую вот такую подкормку. Им она и не требуется. Но как я говорила, что если у вас все-таки чешутся руки, и вы хотите немножко как-то поухаживать, сделать их жизнь лучше, жизнь сеянцев, то можно делать профилактические вот такие поливы, совмещающие с подкормками. Я просто сейчас разведу самую-самую минимальную дозу этого удобрения. Сделаю 2 чайные ложки на 5 литров и вместе с поливом увлажню немножко почву вот этим вот гуминовым комплексным удобрением. Это им хоть как-то поможет пережить этот трудный период, потому что им еще долго томиться, еще весь март, еще половину апреля в комнатных условиях. Для них это большое испытание. Солнца нет, влажность высокая, земля сухая, поэтому я хочу им немного помочь. Я развела это гуме Кузнецова, 2 чайные ложки добавила на 5-литровый бутыль воды, и получился вот такой раствор, он похож на фитоспорин. Остальное все так же поливаем, вводим, это я сейчас делаю корневую подкормку. Я увлажняю землю вот этим раствором. Но хочу запомнить, что любую подкормку, даже если вы считаете, что это полив, как совместили с поливом, нужно делать по влажной земле. Я вот сегодня утром немного уже увлажнила землю, чтобы удобрение попало именно на влажные корни. Всегда говорят, что нельзя удобрять по сухой земле, иначе может быть все-таки ожог растений, потому что удобрения бывают разные. Или вы разведете правильно, или вы концентрацию превысите, можно ошибиться, можно немножко неправильно развести, для того, чтобы растениям не навредить, нужно по влажной земле. И лучше всего, конечно, маленькие растения, как я уже говорила, до появления первых листьев вообще не подкармливать, не трогать. Увлажняем по влажной земле, увлажняем тогда, когда требуется, когда вы поняли, что она им необходима, без надобности не подкармливайте. И повторю то, что говорю каждый раз, лучше не докормить, чем перекормить. Не делайте высокие концентрации, не превышайте допустимые дозы вот этого вот концентрата, когда будете разводить. Лучше меньше, но чаще. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Я вам рассказала немножко вкратце и показала, как я сделала первую свою подкормку для ранних томатов, которые я посеяла 29 января, которым сегодня исполнился месяц, которые будут выращиваться в теплице для получения раннего урожая. Первый раз я подкормила удобрением гуми Кузнецова. Это комплекс НПК, гуминовые добавлены и микроэлементы. Природный эликсир плодородия. Ничего плохого от этого не будет им, им будет только лучше. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю всем хороших всходов, густых-густых зеленых, здоровых, крепких, толстых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова